как создать трендовый переход быстро на вкладке edit легко всем привет сегодня поговорим как создать шаттер переход cut out и build шаттер эффект эффект затвора мы как-то рассматривали как создавать нечто подобное на вкладке fusion сегодня разберем как создавать на вкладке edit переходим в медиапул и добавляем f9 на таймлинию фотографии либо генерации для которых вы хотите создать этот эффект далее выделяем их все правой кнопкой change clip speed и здесь выбираем фреймы и допустим небольшая длительность вполне 14 кадров будет достаточно далее переходим у нас появились дырки на их нужно удалить мы выбираем дэвид apps то есть у нас удаляется промежутки переходим в эффекты и здесь транзишенах есть базовый переход как слайдер именно его мы и набрасываем уменьшаем продолжительность до 4 секунд в пресеты мы выбираем сверху вниз топ-то down поднимаем motion blur настройках кривых мы можем выбрать out чтобы он был гораздо быстрее если вам непонятно как будет работать эта кривая то на самом переходе видно как выглядит кривая даже in out будет смотреться лучше зажимаем alt и дублируем на все стыки вот такой эффект у нас уже получается но хотелось бы чтобы это выглядело более органично чтобы еще был дополнительное движение поэтому мы переходим на вкладку эффекты идем в эффекты и сначала набрасываем adjustment clip так чтобы эффект примененный сейчас применялся ко всей последовательности далее мы на этот эффект переходим в openfx и ищем такой эффект как камера шейк набрасываем на adjustment clip камера шейк создает вот такое движение сейчас необходимо настроить если посмотрим на камеру шейк она применяется с самого начала в начале нам этот эффект не нужен поэтому мы просто adjustment clip подрезаем а далее настраиваем саму камеру во-первых выбираем движение pen это движение вправо-влево она нам не потребуется потребуется движение tilt можно чуть-чуть поднять speed scale а также регулируем такие параметры как пауз лэнд то есть длина паузы и интервал паузы и тогда можно совместить движение камеру шейк и конечно же не забывайте добавлять звуки здесь идеально подойдет звук затвора вот такой небольшой элемент звука но психологически абсолютно меняет восприятие даже есть монтаж останется в таком виде поэтому про звуки не забывайте cut out переход очень классный быстрый трендовый переход идеально подойдет для travel видео или когда ваше видео абсолютно не сочетается и так стык 2 shot отмеряем 8 кадров отрезаем дублируем правой кнопкой создаем change clip speed создаем freeze frame переходим на вкладку fusion и здесь есть два варианта если у вас студийная версия вы можете воспользоваться magic mask подключаем magic mask перебрасываем во viewer и выделяем необходимую нам поверхность если необходимо на вкладке мэтт мы можем всегда подровнять края потом в magic mask мы не забываем прочитать вправо-влево ну а если у вас бесплатная версия то конечно здесь вам потребуется полигональная маска далее переходим на вкладку edit и сдвигаем этот shot вправо переходим далее в эффекты переходы и выбираем переход push набрасываем его эффект push мы теперь можем регулировать во первых мы здесь можем выбрать направление которое нам понравится ну допустим пускай она будет подниматься вверх мы здесь также можем регулировать тип кривой ну и конечно же в настройках не забываем про motion blur эффект будет более интересный built effect эффект построение я вам покажу быстрый способ создания этого эффекта используя преимущественно вкладку edit ну чуть-чуть потребуется фьюжу как обычно отмеряем энное количество кадров и создаем фриз фрейм далее мы с вами переходим на вкладку фьюжи но она не будет играть ведущую роль а лишь необходимо для создания масок и так первое что мы с вами делаем это отключаем от медиа аута нам необходимо разбить это изображение на части которую мы будем поэтапно анимировать поэтому для этого нам потребуется полигональная маска помощью полигональной маски мы выделяем области которые будем поэтапно анимировать то есть сначала я выделю передний план старайтесь как можно все-таки аккуратнее создавать маски после этого мы подключаем media out это наша первая маска далее нам необходимо будет выделить другой объект поэтому мы просто media in копируем command в перебрасываем во вьювер и подключаем к верхнему для чего нужно это соединение нам необходимо будет отследить те области которые пересекаются чтобы маски захватывали полностью всю поверхность примеру выделяем вот это центральное здание отключаем маску и перебрасываем во вьювер и если мы посмотрим более внимательно то у нас здесь появляются пустые области для этого мы соединяем их мерч чтобы у нас не было таких проблем поэтому мы просто праве маску так чтобы маска закрывала все и таким образом мы с вами выделяем все части вот так выглядит наша конструкция с масками я выделила все кроме одной центральной башни про нее поговорим отдельно анимировать данную конструкцию на вкладке фьюжина абсолютно неблагородная миссия потому что фьюжин исключительно не любит большое количество входящего материала у нас media in здесь очень много поэтому как обычно мы с вами будем использовать вкладку edit поэтому выделяем первый media in который отвечает за передний план и подключаем его к media out переходим на вкладку edit здесь сразу мы сейчас поднимем на дорожку выше а далее как и в прошлый раз мы будем использовать пресеты которые уже установлены в переходы поэтому выбираем переход и выбираем переход push набрасываем переход на наш статичный кадр и переходим в инспектор сразу выбираем push to up чтобы поднимался вверх и поднимаем motion blur также ставим кривую in out далее мы зажимаем alt и опять дублируем эту композицию просто переходим во фьюжин и здесь мы меняем подключаем следующий следующее будет центральное здание переключаем к меди ауту и обратите внимание у нас уже и настроен переход и параметры единственное что нам необходимо будет настроить сделать его просто чуть длиннее и да сейчас если посмотрим то у нас вот это центральное знание вылетает поверх поэтому нам надо будет просто поменять местами и сделаем то же самое для оставшихся элементов вот такая конструкция у нас получилось и теперь нам осталось решить две задачи во первых необходимо вернуть фон и отдельно за анимируем башню чтобы фон был наиболее похож на оригинал конечно же потребуется нейросети использовать можете любой инструмент я использую стейбл diffusion вот такое небо получилось подкладываем по самый низ и у нас теперь уже есть он каким образом мы бы можем сочетать с предыдущим видео но вот допустим я перехожу на стык первого и второго видео и могу воспользоваться примеру в пакет time saver который как раз недавно обновился есть вышло уже четвертая версия есть в разделе фэйт фэйт улюмом этот переход позволяет создать плавный переход и здесь есть выбор либо через тени шедоу либо через lights светлой области таким образом мы за анимировали проявление неба ну а дальше уже анимация билд и последнее осталось что за анимировать вот эту центральную башню поэтому мы просто дублируем клип и переходим а фьюжен композицию анимация у нас будет происходить поэтапно поэтому разбиваем башню примерно на три части выделяем их маской это вы уже знаете как делать следующая наша задача создать движение для этого мы создаем бэкграунд подключаем его в желтый вход в качестве бэкграунда и вы убираем альфа канал в черном цвете так чтобы гран был прозрачной и далее мы просто подключаем обычную маску можно рентангл подключить и располагаем ее так чтобы крайняя . было как можно ближе к основанию формы и далее после медиа и мы подключаем такую ноду как transform только transform openfx вот он обычный transform подключаем и обратите внимание здесь есть отдельный параметр для регулирования x и y и также здесь самый лучший моушенблюр как раз именно этот трансформ используется переходе push поднимаем сразу моушенблюр и создаем анимацию проявления ставим ключ и опускаем вниз и потом ключ на подъем и так для каждого элемента вот такая анимация у нас получилось на вкладке edit мы бы ее сделать не смогли и соответственно мы подключаем к медиауту и переходим на вкладку edit и подложили и вот таким образом мы с вами создали анимацию скелет анимации создан поверьте мне достаточно быстро то есть мы с вами создали просто маски а далее с помощью переходов мы можем регулировать именно за счет использования переходов это анимация стала более адаптивна то есть вы можете изменять длительность как вы доработаете это уже на ваш вкус можно добавить конечно же камера шейк можно добавить дополнительные эффекты дыма и еще очень классный эффект камера motion который симулирует движение камеры на нем чуть попозже и еще один классный переход это 3d кат переход мы точно также вырезаем элемент но уже используем 3d пространство для анимации урок получился объемный поэтому он лежит на бусте кому интересно можете посмотреть там ну что ж если видео было вам полезно подписывайтесь до новых встреч удачи